Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будут вот эти вот наушники, которые в данный момент находятся на мне. Эти наушники от фирмы SuperLux и моделька их HD66 Pro. Эти наушники являются студийными закрытого типа. И как всегда по традиции, мы с вами начнем с распаковки. Приступим. Так, вот наш пакетик сайта Tomon. Как видите, сейчас мы его вскроем и посмотрим, что же там внутри. Хотя, я думаю, вы уже в курсе. Так, откроем. Так, открываем наш пакетик. И внутри нас встречают наши суперские, суперлюксовые наушники. Суперлюксовые, потому что фирма SuperLux. Моделька HD666D. И да, посмотрим, собственно, на саму комплектацию. Так, открываем. Да, и внутри нас встречает, собственно, коробка в коробке. Вот такой вот конвертик у нас сверху. Внутри конвертика ничего нет. Вот, собственно, как они упакованы. С моей точки зрения, стильно все это выполнено. Похоже они на бояра. Собственно, это реплика бояров. Мягенькие на ощупь. Да, у меня это 150-омная версия. Есть также 32-омная. Она стоит дешевле. И раскачка им нужна будет меньше. Так, вот такие вот они. Вот такие вот они мягкие. Снимем мы пленочки. Кстати, да, единственный минус, что они будут марки. Это не очень хорошо. Будут вечно заляпываться. Но, кстати, они мягкие. Мягкие и шелковистые. 150-ом. Да, сделаны реально как у бояров. Тут же вот эта вот металлическая фигня, то, что я показывал сейчас. Что у нас еще в комплектации? Да, провод запакован. И сумочка от Superlux. Со съемным переходником. С мини-джека на джек. Собственно, вот так вот это все делается. Но мини-джек вам не понадобится, поскольку нет такого устройства, которое способно с мини-джека раскачать 150-ом. Могли, в принципе, сделать цельный провод. Как у бояров, допустим, витой. Так, сумочка. Сумочка, кстати, большая. Туда 100% вместятся эти наушники. Бывают приходят такие сумочки, в которые еле-еле влазят наушники. Что их туда прям стрёмно засовывает. Как я ранее уже говорил, у нас тут по комплектации по коробке. Да, есть две версии. 32 и 150 Ом. Визуально они ничем не отличаются. Только звуковым давлением. Собственно, технической характеристикой. Да, вот такие вот, собственно, наушники у нас. Что еще хотел подметить? Что есть две версии. Есть версия на 150 Ом. Такие, как у меня. И есть также версия подешевле. Выглядит она идентично. Но является 32-омной версией. И подойдет даже к вашему смартфону. Но в моем случае, почему я переодел эти наушники? Поскольку в моем аудиоинтерфейте не хватает усиления для этих наушников. Получается, что я использую эти. Они менее качественные по звучанию, чем эти. Но для этих вам понадобится, скорее всего, дополнительное усиление. В принципе, моя аудиокарта их раскачивает. Но не так сильно, как вот эти вот 32-омные, которые сейчас на моей голове находятся. То есть работать в шумных условиях с этими наушниками вы не сможете. В этом случае, конечно же, я бы вам рекомендовал, если вам, конечно же, эти наушники понравились, брать 32-омную версию. Они являются более универсальными, а к тому же еще и дешевле. Эта версия на 150 Ом будет стоить вам 39 евро, если вы живете в Европе. А 32-омные 32. Символично. Иронично. Иронично. Да, имейте также в виду, что здесь у нас теперь глянцевая поверхность. В прошлой версии не про... Они были похожи с внешней стороны на Bayer Dynamic. Теперь на Bayer Dynamic они похожи только велюровыми вставками и вот этим вот оголовьем. Но зато дизайн снаружи изменился. Теперь он такой глянцевый и он маркий. То есть, как видите, остаются следы. В принципе, за свой ценник они хорошие. Да, решил переключиться на конденсаторный микрофон. Изначально при записи я использовал эти наушники и с моей точки зрения конденсаторный микрофон мне не было достаточно слышно. Это же возможно из-за того, что на моей башке сейчас находится кепка. Да, я немножечко зарос и приходится носить кепку. Да, Superlux это фирма, которая производит аудиотехнику и находится на Дальнем Востоке, а именно в Тайване. Хотя их линейка наушников находится всегда в низком ценовом сегменте. Есть также и продукты, которые ценятся профессиональными пользователями. Да, и одна из самых популярных моделей на протяжении многих лет это была, собственно, HD 660, но не Pro, а простая версия. Она, я как ранее уже говорил, была похожа на Bayer Dynamic с внешней стороны. В принципе, похожа на 32-омную версию от Bayer Dynamic, у которых не велюровые вставки, а простые. Искал, собственно, на рынке, на рынке, на базар пошел, купил, нет, в интернетах этих ваших. Искал версию не Pro, мне не удалось ее найти, только на российском рынке. То есть, имейте в виду, что на российском рынке, в принципе, есть подобные наушники. 150-омные, если что даже. Стоят гораздо дешевле даже, чем эта прошка. Но при этом будут они выглядеть снаружи, как Bayer Dynamic, а внутри из синтетики. Но, как читал отзывы, людям нравятся и, в принципе, удобные. Эти, кстати, тоже удобные, но, с моей точки зрения, они немножечко громоздкие. Bayer Dynamic будут поменьше. Да, у него также сменные амбушюры. Конечно, я не знаю, как они снимаются. Провод у него 2 метра. 2-метровый провод со съемным джеком. То есть, вот такого вот плана скучивающийся джек. И вес их вместе с кабелем 325 грамм, если вам это что-то дает. В комплекте идет такая сумочка, которую вы уже видели из распаковки. Помещаются они туда хорошо, так, целиком. То есть, вот если их вот так вот засунуть, можно впихнуть провод. Как варвар это делаю. И вот таким вот образом это все будет выглядеть. Проводить подробные тесты я не буду, поскольку наушники это такое дело субъективное. Их надо в любом случае слушать. Но, скажу честно, мне они не очень понравились. То есть, ожидания у меня были гораздо выше, чем были изначально. Протестировал. Да, звук, конечно, хороший, лучше, чем у этих наушников. Эти наушники звучат, в моем случае, громче. Но это все зависит от того, что моя аудиокарта их может лучше раскачать. А эти она, скорее всего, не способна раскачать. Поэтому они мне и не понравились, скорее всего. Ну, еще по качеству сборки есть вопросы, такие как, вот, фу, пластика, который сразу отталкивает и понижает товар любой вниз по ступени эволюции. Ну, а решать, как правило, вам. Если вам нужны мониторные наушники, то вот, собственно, дешевый вариант. Можете попробовать, если у вас есть возможность протестировать. То есть, можете попробовать, послушать. Эти наушники не будут жить со мной, поскольку я уже, как ранее говорил, они мне просто не подходят ни под аудиокарту, ни, кстати, по звучанию. То есть, я брал для гитары, чтобы мониторить электрогитару. В них это делается не очень хорошо, но, в принципе, не особо отличается от этих. И, да, все, что я хотел сказать про эти наушники, уже сказал. Если что-то не упомянул, пиши, как всегда, в комментариях. Ну, а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok